День добрый! Здравствуйте, уважаемый водомоторник и иже с ними сочувствующие! Итак, сегодняшний обзор технический у нас. Немножко не по сценарию пошел, объясню почему. Значит, имеется у меня в продаже мотор Форсе 120, он же Меркури, легендарный американский двухтактник, соответственно, снят. Вот с этого байлайнера был снят этот мотор, на который, собственно, я некоторое время назад установил Меркури от 115. Абсолютно новый мотор, чем, конечно же, хозяин очень доволен. Но вернемся. Как получилась история? Почему он лежит и почему обзор немножко не по обычному сценарию? Значит, только я выставил в продажу, как объявился покупатель, человек, значит, понравился ему мотор, я ему снял видео работы этого мотора, замера компрессии, на телефон. Потому что уже была достигнута договоренность о том, что человек заберет его и человек даже сделал небольшую предоплату. Поэтому я тут же его снял с продажи, соответственно, не стал делать ролик про него обзорный, но кадры остались. И в результате прошел месяц, у человека как-то изменились планы, он передо мной извинился. Ну, бывает, да, бывает. Даже человек не стал забирать, естественно, предоплату, потому что я потерял целый месяц, продавая этот мотор. Вот поэтому видеоролик получился такой, что сейчас мы его посмотрим просто, как вот он лежит, а потом вы увидите кадры с телефона. Я заранее извиняюсь за качество съемки. Он будет вертикальный кадр, потому что я снимал его, отправлял ему по WhatsApp, никак не рассчитывал, что он попадет в YouTube. Но лучше, как говорится, что-то увидеть так, чем не увидеть вообще ничего. А для тех, кому интересен этот мотор, в любом случае вы поимеете информацию. Значит, мотор 99-го года, мотор в отличном состоянии, только что увидели, с какой лодки он снят был. Человек заменил его на 115-й F4, компрессия у него по 11,5, ну, вы позже увидите все это дело. А сейчас просто его осмотрим. Обожаю, когда приходят ко мне в таком вот аутентичном состоянии американские двигатели. Это, конечно, просто сказка. 99-й год, ну, такое ощущение, что этому мотору лет 5. Вот, смотрите. Так, винтик я подварил и покрасил. Вы сейчас увидите, немножко он был покоцан. Когда я снимал видео про него, так, но он не затянут, поэтому какое-то это биение ни к чему плохому не приводит. Редуктор в полном порядке. Соответственно, киль подтесан, ну, все как и должно быть. Вот, анодики на месте. Значит, сразу скажу, что идет в комплекте с мотором. Мотор снят с лодки и заменен на современный, поэтому все снято с лодки полностью. Значит, тросы управления, внутренний пульт управления, который ставится внутрь корпуса лодки, а не накладной. И, соответственно, полностью вся проводка. Вот, я, видите, все приготовил человеку для отправки через транспортную компанию, а он взял и поменял планы. Так, посмотрим, что у нас внутри. Так, сейчас я сниму. Сразу посмотрим внутренности. Ребята, ну, все просто шикарное. Вот, чуть-чуть масла со стороны карбюраторов. Это дело нормальное. Вот, а так очень чистенько. Паралоночка в хорошем состоянии. Никогда не скажешь, что 99-й год. Это двигатель. Значит, двигатель четырехцилиндровый. Соответственно, два карбюратора. По одному на два цилиндра. Вот, потом, значит, что? Я хочу сказать, так, это вот цепь у меня поднимал. Так и осталось. Что я с ним сделал? Не понравилось мне, как работал стартер. Вот, он сначала делал такие, знаете, так. Вот так вот. И грелись провода. Да, вот, я понял, что какая-то проблема в стартере. Я его снял, промыл контактную группу. Щетки в идеальном состоянии. Пластин тоже в идеальном. Просто все, конечно, от того, что не обслуживалось. Все загадилось углем. И не было контакта. Вот, и сейчас вы увидите, как он резво и бодро крутит колено этого двигателя. Вот, соответственно, проходы здесь. Вот, все это и есть резиночки в коробках лежат. Все в хорошем состоянии. Вот, переходник топливный тоже я даю. Кто будет приобретать. Давайте вот так вот посмотрим, что здесь еще можно. Смотреть. Так, я его обхожу. Обхожу и обхожу. Вот так вот. Так, и так. Повесил я его. Заводить сейчас не буду. Может, попозже. Сначала замерю компрессу на холодную. Вот вся проводка. Вот так я повесил. Вот замок зажигания. Это обрезанные провода. Это вам не надо. Это там шли на датчик уровня. Все, что в лодке осталось. Так, вот это вот положение нейтрали. Я вот так соединил. Потому что там нельзя снять пульт дистанционного управления с корпуса. Не обрелся эти провода. Потом все увидите. Там все четко прям подсоединяется. Это разрыв аварийки. Чтобы не было искры. Это идет на трим. Вот, трим тоже все работает. Так, ну что. Единственное, что здесь неудобно. Что вот он, замок зажигания. Мне его придется... Вот, слышите? Нажимаешь. Это подкачка. Вон там релюха срабатывает. Вот это вот. Вот она. Это подкачки топлива. На холодный запуск. Единственное, я не знаю, как я буду вот так над одной рукой мерить. Так, ну что, погнали. Первый цилиндр. Монстр. Просто монстр. Так, ребятки. Сейчас. Одиннадцать. Вот он. Между десятью и двенадцатью. Так, первый сейчас. Так, вот второй. Второй цилиндр. Ну, свечи, кстати, сразу покажу. Свечи, в принципе, на замену. Черненькие давно ходят. И это ничего в этом нет. Криминально в двухтактнике они, конечно, все засираются. Понятное дело, маслом. Вот. Поэтому сразу можете искать такие. Вот они. Ладно, потом я напишу, какие чего. Вот так. Так, вот. Беру второй. Погнали, парни. Даже чуть больше. Да, ну одиннадцать, то же самое. Так, третий. Третий цилиндр. Так, вот он. Так, ну что, подняли. Третий. Так, ага. Почти двенадцать. Так, и так, четвертый. Вот туда. Хорошо, что в эти Меркури влезает этот шланг. Мягкий. А то штоком бы не померить. Так, четвертый. Так, сейчас фокус пройдет. Давай, фокусируйся. Вот так. Одиннадцать с половиной. В общем, одиннадцать, одиннадцать с половиной. Почти двенадцать, одиннадцать с половиной. Офигенная компрессия. Прям вообще чудо невиданное. Ну, вернее, не чудо невиданное, а именно такие движки вот мне и приходят. Со старыми байлайнерами. Так, ну вроде я его завел уже. Сейчас, в общем, стартер перебрался. Все, теперь крутит шикарно. Вот, конечно, он сначала не схватывал по-нормальному. Ну, практически он не прогрелся. Так, вот, нажимаю. Это холодный пуск. Слышите, да? Ну, я говорю уже. Ну, сейчас его уже не надо нажимать, наверное. Так, нажимаю. И подгазовывать. Сейчас пойдет, вот, водичка. Ай, е-мое, замучил он. Бензин подкачиваю. Все, надо ему прогреться. Так, еще раз. Хорошо заводится. Вот, ему просто, когда пульт дистанционного управления стоит, соответственно, подсос подтягивает. Все, сейчас я его чуть-чуть погонял. В общем, вот, понятно, что на холостую, во-первых, лежал, пустые карбы были. Ну, как всегда, там надо накачивать прям сильно-сильно в карбюраторы первый запуск. А потом он запускается просто шикардосно. Вот так вот. Сейчас прогазую. Вот это пошло. Офигенно работает. Дымит как положено. Ну и завершающий момент проверки. Проверим скорости. Что-то обороты холостые у него великоваты. Я еще эти глушители снял. Обороты холостые великоваты. Великоваты. Сейчас, может, подрегулирую. Не, сейчас. Нагревается. Вот. Ну вот он прогрелся. Работает очень хорошо. Просто-таки ровнее не бывает. Сейчас попробуем скорость. Вот скорость. Отлично воткнулась. Задняя. Очень хорошо воткнулась задняя. Я весь мокрый. Так и показываю, как гидроподъем работает. Вот я слил бочку. Она, кстати, вот. Очень хорошо звучит редуктор. Прям вообще классно. Прожимается, как положено на Меркури. Под пружинник. Ось. Вот. Вот, собственно, разъем. Ну, это ручка. Разобрана. И вот разъем, который я показывал. И вот как. Очень хорошо работает. Прям звук то, что надо. Ни подтеков, ни сопель, ни греется ничего. Вот, друзья. Не взыщите за качество видео. Вот такой получился обзор. Ну, в любом случае, для того, кто будет интересоваться, это полезная информация. Все. До новых встреч. Всем пока. Ребят, зима на носу. Консервируйте лодки, моторы. Все. Наверное, уже, ну, конечно, юг России еще ходит. Да, в принципе, и центр России ходит. У нас лед, я думаю, не скоро на реках будет. Но, тем не менее, готовимся к зиме. Все. Всем пока.